Безусловно, у нас не информация, у нас факты шантажа, факты низких атак на многих членов нашей парламентской фракции. Задача ослабить оппозицию, задача каким-то образом повлиять в перспективе на какую-то математику. Возможно, есть создание консунового большинства для каких-то вопросов и так далее. Но я хочу отдать должное членам нашей команды, несмотря на прессинг, на шантажи, на многие другие низкие вещи, низкие атаки, в том числе и медийные, в которых практически ничего не соответствует действительности, ничего не соответствует реальности. Но задача морально-психологически надавить на человека и сделать его более договороспособным. Но к чести нашей команды и наших товарищей, в том числе и парламентской фракции, все держатся, ни один издал позиции. Ни один не пришел и не сказал, слушайте, я не могу, я ухожу. Ну вот есть феномен, конечно, Аллы Долинцы, мы его знаем, но она сложила мандат. По крайней мере, хорошо, что в данном случае человек просто сложил мандат, ушел. Но мы знаем и тот прессинг, который был и так далее, как это все осуществлялось. Но еще раз говорю, мы не хотим плакаться с экранов телевидения. Мы политическая партия с серьезным рейтингом, поддержкой. У нас серьезные структуры, серьезная команда. И, соответственно, мы всячески готовы бороться. Мы боремся, боремся каждый день, даже если это не видно. И мы отстаем каждого члена нашей команды. Даже если кто-то из членов нашей команды пострадает от беспредела и так далее. Это все временное явление. Просто временное. Как и временно эта власть, как временно ее прокуроры. И, кстати, эта власть и ее прокуроры уже понимают, что они временны. Да, мы готовы сегодня к проблемам. Да, мы понимаем, что многим из нас придется прожить не самые легкие в жизни времена.